Приветствую вас. Конечно, есть множество разных факторов на то, как общаться с конфликтным человеком, да, вот, тем более, судя по тому, что вы описываете, это человек-нарцисс, вот, ну, по крайней мере, нарциссические есть какие-то признаки. Вот, давайте я прочитаю сейчас ваш вопрос. Как вести себя с бочевым человеком, который видит себя пупом земли и не признаёт никого, кроме сына? В первую очередь нужно определить, кто вы, потому что в зависимости от того, кто вы, уже выстраивается какое-то одно поведение, да, потому что если вы дочь, например, сестра этого сына, это одно, ну, если вы жена этого сына, это другое, если вы дочь этого сына, то есть это человек ваш, ваш бабушка или дедушка, вот, то зарваться на другое, ну, зарваться для этого надо, вот, это первое. Второе, с точки зрения моего подхода, который я, так сказать, продвигаю, продвигаю, да, и придерживаюсь, мне кажется, что в первую очередь нужно здесь определить, какие у вас негативные вообще чувства, чувства вызывает этот человек, вот, и подразделить те чувства, которые вызывает у вас человек и, собственно, реальный человек. То есть, словно говоря, если вам общение с ним причиняет боль, если вам тяжело, если вам больно, больно, вот, по какой-то причине больно, вот, то у вас с этим нужно раздраться отдельно, человек к этому вообще никакого отношения не имеет. Если вам нужно общаться, то общаться нужно исходя из целей, вот, и общаться максимально без конфликт, но с помощью, например, техники я сообщил, вот, почитать можно в интернете, но научиться реально можно только на, как бы, консультациях со специалистом, потому что сами вы не прочувствуете, как бы, ну, как это работает, то есть, этому можно научиться только на практике, вот, и практиковаться лучше со специалистом, по крайней мере, ну, какое-то время, да, вот. Вот, потому что тут четко личные границы, если вам сложно общаться с человеком, то у вас есть проблемы с личными границами, вот, и, соответственно, с этим тоже нужно работать, конечно же. Вот, примерно так, да, еще можно походить на группы общения, если у вас в городе есть такая возможность, там вам тоже помогут, вот, как-то так, то есть, как вести себя, здесь во многом зависит от цели, то есть, как вести себя, то есть, поведение, поведение зависит от цели, вот, если мы именно про поведение, говорим, поведение, вам нужно определить цель, вот, а цель вам может, достичь цели вам может замещать ваши собственные проживания, которые вы не замещаете, которые вы не идентифицируете, вот, как-то так, наверное, я бы ответил, ответил на ваш вопрос, вот, что еще важно, то, что видеть, на мой взгляд, важно, важно, важно видеть, реального человека, да, а не того, кем видится он вам, мне показалось, что у вас есть обиды на него, и, соответственно, с обидой тоже нужно работать, потому что обида это ожидание, вот, и, соответственно, когда вы будете менее вовлечены эмоционально в общение с человеком, когда вы сможете увидеть его реальным, вот, и поймете, в общем-то, что, скорее всего, человек уже действительно, как и сказал мой коллега Анатолий Михайлович, имеет некоторые возрастные, так сказать, спецификации, да, возрастную специфику, вот, то к такому человеку нужно относиться, скажем так, несколько, ну, может быть, не снисходительно, но с пониманием, и всерьез, такого человека воспринимать нельзя, нельзя, по крайней мере, в тех моментах, где он ведет себя подобным образом, потому что у людей, как правило, есть достаточно четкая сфера, где они ведут себя несколько патологически, и достаточно четкая сфера, где они ведут себя, в принципе, нормально, вот, понятно, что бывают такие ситуации, когда человек везде ведет себя патологически, но таких случаев в быту бывает довольно мало, вот, если у человека, прям, вот, ну, прям, у него, прям, неярко выраженная вот эта вот характеристика, да, ну, ба-ба, мы уже говорим об определенных, наверное, все-таки отклонений, вот, а если вы жена, то, соответственно, отдельно нужно уделить внимание отношению с вашим мужем, который является сыном этого человека, и, соответственно, как бы, уже с сыном выстраивать отношения, чем лучше вы выстраиваете отношения с сыном, тем эффективнее вам будет, эффективнее вы будете выстраивать отношения с этим пожилым человеком. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом. Вау.